Главное о поручительстве. Как поручителю законно не платить кредита? Банкротство и поручительство. Всем привет, с вами на связи Наталья Катаряева, юрист-эксперт в области списания долгов через банкротство, опытный арбитражный управляющий, вела я веду сотни дел по всей России. Вспомните, наверняка вы слышали от знакомых хотя бы одну историю, как поручителю пришлось платить по кредиту заемщика. И таких случаев много. Страшно даже подумать, что близкий человек может подставить. А ведь на практике это происходит часто. И речь идет о миллионах рублей. Но должен ли поручитель за заемщика платить? Как поручителю не платить за не свои кредиты? Давайте разбираться. В конце выпуска будет самое интересное, досмотрите до конца. А если информация вам будет полезна, поставьте лайк. Это можно сделать и после просмотра. Сразу о главном. Поручитель – это человек, который будет частично или полностью выполнять обязанности по кредиту перед банком, если заемщик их не выполняет. Заемщиком может быть как физическое лицо, так и организация. К примеру, ООО. И чем больше сумма кредита, тем больше банк требует поручителей. Это помогает банку снизить риск невозврата кредитов. Так вот, важно знать. Поручительство оформляется в письменной форме. И, как правило, отдельным документом к кредитному договору. Если вы, ваш поручитель, ничего не подписывали, то из-за заемщика это лицо не обязано платить. Но если договор поручительства подписан, поручитель несет точно такую же ответственность, как и заемщик. Если должник не хочет или не может выплачивать кредит, то его будет погашать поручитель или поручителя. В том числе и принудительно, через приставов и суд. А банк, кстати, имеет право одновременно требовать погашения кредита со всех поручителей, из самого заемщика. И это законно. А продлится это все до тех пор, пока кредит не будет полностью погашен. Еще стоит учесть, что может получиться так, что поручитель будет выплачивать банку большую часть кредита, чем заемщик. Но это, например, когда заемщик платил кредит 2 года, а нужно еще 5. Конечно, по закону поручитель имеет право потребовать от заемщика в полном объеме возмещения своих расходов по погашению кредита. Сюда же включаются и проценты. Но после расчета с кредитором. Ну так как же поручителю закона не платить кредит? Об этом я расскажу дальше. Уважаемые граждане, если вы хотите определиться, подходите ли вы под процедуру списания долгов через банкротство, записывайтесь на бесплатную консультацию контакта моего банкротного агентства под этим выпуском. Консультация бесплатная, успешно с командой работаем по всей России. Но можно ли просто не платить? Просто нельзя. Потому что поручитель отвечает солидарно с должником, и это закон. Об этом я уже говорила. А если поручитель не согласен, он рискует лишиться имущества или половины своего дохода, так как дело может дойти до приставов и те вправе по закону обратить взыскание на официальный доход, пенсию или заработную плату. Но вот что важно. Когда поручитель не должен будет платить за заемщика? Вы должны знать, что у кредитора есть право взыскать с поручителя долг только в период действия договора поручительства или в течение года, если срок в договоре не прописан. Со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства. Простыми словами и, например, когда кредитор выставил заключительное требование должнику. Также имеет значение, с какой даты исчислять один год то, что указано в договоре поручительства. И если банк не обратился в суд в установленный срок, то ваши права защищены. По договору поручительства вы не обязаны платить. Поручительство прекращается. Пункт 6, статья 367 Гражданского кодекса. Последствия пропуска кредиторам установленного срока на практике применяются судом по своей инициативе. Независимо от заявления стороны в споре, как, к примеру, по срокам исковой давности. Но будьте бдительны, если дело дойдет до суда. Ну а если долг кредиторам своевременно взыскан, то тут поручитель может списать себе долги под ноль только через процедуру банкротства. Но с заемщика долг не спишут. Чтобы списать с собой долг, то и банкротиться нужно. И заемщику, и поручителю. На практике у меня были случаи, когда должники освобождались от долгов, как от своих, так и от тех, которые связаны с поручительством. И наоборот, заемщик в себя списывал долги, а поручитель оставался должным. Хочу подвести итоги по этой теме. И несколько советов поручителя. 7 раз отмерьте, 1 отрежьте, прежде чем соглашаться на поручительство. Последствия не из приятных за кого-то платить кредит. А если все-таки договор поручительства уже подписан, сохраняйте все документы по кредиту. А после погашения обязательно получите от банка справку об этом. А если заемщик перестает платить, сохраняйте все письма и претензии банка. Напомню, что есть срок действия поручительства. И если заемщик все-таки перестал платить, знайте, банк обращается к вам вполне законно. Тут или вы добровольно начинаете платить за заемщика, или ждете суда. И еще раз, помните про сроки, когда поручительство по закону может быть прекращено. Ну и знайте, что долг по поручительству можно списать. И закон о банкротстве дает такую возможность. Вы можете освободиться от обязанности за кого-то платить. И до 2015 года такой возможности не было. А сейчас есть. Вы можете ей воспользоваться. Благодарю за просмотр этого выпуска. Если информация была полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Вопросы задавайте в комментариях.